youtube канал познавательная аудио книги с иллюстрациями представляет баланс тела ума как научиться слушать и понимать свое тело практическое руководство оше мы привыкли к идее что мышление основа нашей жизнедеятельности а наш ум основа всего но игнорирует тело мы погружаемся в болезни напряжение и дискомфорт как научиться быть расслабленным и радостным здоровым телом и здоровым душой в этой книге собранной из различных бесед мы встречаемся с удивительно нежным и благодарным отношением к телу которая оша пытается передать нам с любовью юмором и глубоким пониманием природы человека он подводит нас к пониманию истинной ценности нашего физического тела его разумности и силы восстановление баланса между умом и телом уши видят возможность сделать нашу жизнь более наполненной радостно и счастливы содержание путь мистика предисловие 1 разум тело 2 разоблачение жизни отрицающих стереотипов 3 основные условия хорошего самочувствия 4 симптомы и решения 5 исцеляющие силы медитации 6 двери в сознание 7 общение с телом активная медитационная терапия оша многие болезни нашего физического тела возникают из-за того что мы потеряли с ним связь или стали относиться к нему враждебно книга собрана из бесед в которых хоша с пониманием и любовью ведет нас к осознанию нашей истинной целостности при помощи этой небольшой книги и направляемой медитации на сиди вы сможете научиться разговаривать с телом и установить более гармоничный баланс тела и ума тело это видимая душа а душа невидимое тело тело и душа никак не отделены друг от друга они части друг друга части одного целого тело следует принимать любить почитать быть ему благодарным тело с самый сложный механизм существования она просто чудесно в нем есть вода океанов в нем есть огонь звезд и солнце в нем есть воздух она сделана из земли тело живой организм она неустанно вам служит с момента зачатия и будет служить до самой смерти она сделает все что вы захотите даже не вас невозможное советы или рекомендации приводимые в данной книге не предназначена для того чтобы заменить собой услуги лечащего врача психотерапевта или психиатра эта книга не выступает в качестве альтернативы профессиональному медицинскому лечению не предлагает ни диагноза не лечение каких-либо конкретных медицинских или физиологических проблем если они у вас есть прежде чем начать интенсивные упражнения которые могут входить в некоторые медитационные техники проконсультируйтесь с врачом предисловие миру нужно совершенно нового рода образования в саму основу которого заложено что каждого нужно вести в молчание сердца другими словами в медитацию и каждого нужно научить быть сострадательным к собственному телу до тех пор пока вы не сострадательны к собственному телу вы не можете быть сострадательным и никому другому тело живой организм и он не причинил вам никакого вреда он неустанно вам служит с момента вашего зачатия и будет служить до самой смерти он сделает все что вы захотите даже невозможное но никогда вас не ослушается нельзя даже вообразить другой подобный механизм настолько же послушной и мудрой если вы осознаете все функции своего тела то удивитесь вы никогда не думали что все это делает тело она так чудесно так таинственно но вы никогда в это не заглядывали вы никогда не беспокоились о том чтобы ознакомиться со своим телом но притворялись что любите других вы этого не можете потому что все другие люди доступны вашему восприятию только как тела тело величайшая тайна во всем существовании его тайна нуждается в любви его тайны его жизнедействия нуждаются в пристальном исследовании к несчастью религии были абсолютно телоненавистническими но это дает яственный намек очевидно указывает что если человек научится мудрости тела и тайне тела он никогда не станет заботиться о священнике и боге он найдет величайшую из тайн внутри себя и внутри тайны тела сам алтарь своего сознания как только человек начинает осознавать собственное сознание собственное существо нет никакого бога выше него только такой человек может быть уважительным к другим человеческим существам в другим живым существам потому что они настолько же таинственны что и он сам разные формы выражения многообразия от которого жизнь становится богаче и как только человек находит сознание в самом себе одновременно он находит ключ к высочайшему никакое образование которое не учит любить тело которое не учит быть сострадательным к телу которое не учит проникать в его тайны не сможет вас научить как войти в собственное сознание тело открывает двери тело служит трамплином и любое образование которое не касается темы тела и сознания не только абсолютно не закончена но и крайне вредно потому что она не принесет ничего кроме разрушения только цветение сознания внутри вас предотвращает разрушительность и сообщает вам непреодолимое желание творить создавать в мире больше красоты больше комфорта человек нуждается в лучшем теле в более здоровом теле человек нуждается в более сознательном бдительном существе человек нуждается во всем комфорте и во всей роскоши которые готовы ему предоставить существование существование готовы дать вам рай здесь и сейчас тело это видимая душа а душа невидимое тело тело и душа никак не отделены друг от друга они части друг друга части одного целого тело следует принимать любить почитать быть ему благодарным тело самый сложный механизм существования она просто чудесно и блаженны те кто изумляется чудесам начните с чувства изумления собственным телом потому что она к вам ближе всего ближайшая точка в которой к вам приблизилась природа в которой к вам пришло существование это ваше собственное тело в нем есть вода океанов в нем есть огонь звезд и солнце в нем есть воздух она сделана из земли ваше тело символизирует все существование все стихии и какая трансформация какие превращения посмотрите на землю посмотрите на тело какая трансформация а вы никогда не изумлялись этому чуду пыль превращается в божественное возможно ли большая тайна можно ли ждать больших чудес и свершение этого чуда вы видите каждый день из грязи рождается лотос из пыли возникла это прекрасное тело 1 разум тело западная медицинская наука рассматривает человека как отдельную единицу оторванную от природы в этом один из ее величайших промахов человек эта часть природы и его здоровье не что иное как непринужденные взаимоотношения с природой западная медицина рассматривает человека как механизм и во всем в чем может быть полезной механика она достигает успеха но человек не машина человек это органическое единство и как таковое нуждается в лечение не только той части организма которая больна больная часть организма это только симптом того что весь организм испытывает трудности больная часть как самая слабая указывает на болезнь всего организма вы лечите больную часть достигаете успеха но тогда болезнь проявляется в какой-то другой части вы помешали болезни выразиться посредством больной части вы укрепили эту часть но вы не понимаете что человек это целое он или болен или здоров и промежуточного состояния нет его следует воспринимать как целый организм вот одна из фундаментальных основ которые нужно понимать тело всегда готово вас слушать вы никогда с ним не говорили вы никогда не пытались с ним общаться вы были в нем им пользовались но никогда его не благодарили она вам служит и служит так разумно как только возможно природа знает что тело разумнее вас и поэтому не что важное в теле вам не предоставлено все это предоставлено самому телу например дыхание или сердцебиение или кровообращение или пищеварение не что из этого не предоставлено вам иначе вы бы уже давно пришли в хаос если бы управлять дыханием было предоставлено вам вы бы уже умерли у вас не было бы никакой возможности жить потому что вы можете об этом забыть в любой момент если например вы с кем-то поссоритесь вы забудете что нужно дышать ночью во сне вы можете забыть что сердце должно биться как вы будете помнить а знаете ли вы какую работу выполняет пищеварительная система вы постоянно что-то глотаете и думаете что совершаете большую работу глотать может кто угодно во время второй мировой войны случилось так что одному человеку в горло попала пуля он остался жив но есть и пить при помощи горло больше не мог весь проход пришлось закрыть врачи прорезали небольшой проход в стенке его желудка из которого выходила трубка и ему приходилось вкладывать пищу в трубку но никакой радости это не доставляло даже мороженое он был очень сердит это невыносимо я не чувствую никакого вкуса тогда один из докторов предложил сделайте вот что сначала пробуйте еду на вкус затем вкладывайте в трубку и он это делал 40 лет сначала он пережевывал пищу и наслаждался потом вкладывал в трубку его трубка была ничем не хуже других потому что и в вашем теле тоже есть такая же трубка только она скрыта внутри у этого бедняги она была снаружи и она была даже лучше вашей потому что ее можно было чистить делать что угодно система пищеварения творит настоящие чудеса ученые говорят что если бы нам приходилось делать все что делает наша небольшая пищеварительная система система одного человека потребовалась бы большая фабрика чтобы превращать пищу в кровь сортировать все ее элементы направлять все необходимые элементы по назначению в некоторых элементах нуждается мозг их нужно направить с потоком крови в мозг другие нужны где-то в другой области в тканях глаз третье нужно еще где-то в тканях ушей или костей или кожи и тело выполняет все это так безупречно 70 лет 80 лет 90 лет а вы так и не видите его мудрости мудрость тела вы слышали об алхимиках которые пытались превращать грубые металлы в золото ваше тело делает гораздо больше оно превращает всевозможный мусор которым вы себя набиваете в кровь в кости и и более того из этого мусора она создает ваш мозг все ваше мороженое и кока-калу она постоянно превращает в мозг мозг способный создать руперфорда или альберта эйнштейна буду заратустру лауцзы просто посмотрите на это чудо мозг такая небольшая вещь замкнутая в небольшом черепе один единственный мозг может содержать все библиотеки мира его вместимость почти бесконечно это величайшая система памяти если вы захотите создать компьютер такой нее мощности для действия этого компьютера потребуется много миль пространства ваш мозг содержится в таком маленьком черепе и как бы наука до сих пор не развивалась она все еще не умеет превращать мороженое в кровь ученые пытались это сделать но не могут найти способа что делать как превратить мороженое в кровь нельзя даже говорить о том чтобы создать из мороженого мозг может быть этого никогда не случится или если даже это случится то случится посредством мозга снова это будет чудом мозга разговаривайте с телом как только вы начинаете общаться с собственным телом все становится очень легко тело не нуждается ни в каком принуждении его можно убедить с телом не нужно бороться это уродливо насильственно агрессивно и любого рода конфликт только будет создавать больше и больше напряжения не следует создавать никакого конфликта пусть правилам будет комфорт тело это такой прекрасный дар бога что бороться с ним значит отвергать самого бога это алтарь мы вознесены на этот алтарь это храм мы в нем существуем и должны как только возможно о нем заботиться это наша ответственность таким образом семь дней поначалу это покажется немного абсурдным потому что нас никогда не учили разговаривать с собственным телом а это может творить чудеса чудеса уже происходят хотя мы о них и не знаем когда я что-то вам говорю моя рука в жесте следует за словами я с вами говорю это мой ум что-то вам сообщает мое тело за этим следует тело сонастроена с умом когда вы хотите поднять руку вам ничего не нужно делать вы ее просто поднимаете одной идеей что вы хотите ее поднять достаточно чтобы тело последовало это чудо фактически биология или физиология пока не смогли объяснить как это происходит потому что идея есть идея вы хотите поднять руку эта идея как эта идея трансформируется в физическое сообщение руки и это совершенно не занимает времени доли секунды нечто без всякого временного промежутка например я с вами говорил и моя рука продолжает сотрудничать временного промежутка нет тело словно движется параллельно уму она очень чувствительно нужно научиться с ним разговаривать и тогда можно будет сделать многое слушайте тело следуйте телу никогда и никаким образом не пытайтесь главенствовать над телом тело это ваше основание как только вы начинаете понимать собственное тело 99 процентов вашего страдания просто исчезает но вы не слушайте тело говорит прекрати не ешь вы продолжаете есть выслушайте ум ум говорит это так вкусно великолепно еще немного вы не слушайте тело тело чувствует тошноту желудок говорит прекрати довольна я устал но ум говорит подумать только какой вкус еще немного вы продолжаете слушать ум если бы вы слушали тело 99 процентов проблем просто исчезла бы оставшийся один процент был бы просто случайностями не настоящими проблемами но с самого детства нас отвлекают от тела уводят от тела в сторону ребенок плачет ребенок хочет есть а мать смотрит на часы потому что доктор сказал что ребенку нужно дать молоко только после трех она не смотрит на ребенка ребенок вот настоящие часы на которые нужно смотреть но она продолжает смотреть на часы на стене она слушает доктора а ребенок плачет ребенок просит пищи ребенок нуждается в пище прямо сейчас если прямо сейчас ребенку не дать пищи вы увидите его от тела вместо того чтобы дать ему пищу вы даете ему соску это с вашей стороны обман и жульничество вы даете что-то ложное пластмассовое пытаетесь его отвлечь и разрушить чувствительность тело мудрости тела не дается право голоса вмешивается ум соска успокаивает ребенка и он засыпает теперь часы говорят что три часа прошло и молоко нужно дать теперь ребенок крепко спит теперь его тело спит вы его будете потому что доктор сказал что нужно дать молоко вы снова нарушаете его ритм мало-помалу вы приводите в замешательство все его существо приходит момент когда он теряет всякий контакт с телом он не знает что хочет его тело хочет ли его тело есть он не знает хочет ли его тело заниматься любовью он не знает все управляется чем-то извне он видит журнал playboy и ему хочется заниматься любовью это глупо это из ума такая любовь не может быть качественной она будет просто чиханием не более разгрузкой это совершенно не любовь как может любовь прийти из ума он ничего не знает о любви это становится долгом у вас есть жена у вас есть муж вы должны заниматься любовью это становится долгом из чувства долга неукоснительно каждую ночь вы занимаетесь любовью теперь в этом нет никакой спонтанности и тогда вы начинаете беспокоиться потому что чувствуете что это не приносит вам удовлетворения тогда вы начинаете искать какую-то другую женщину вы начинаете мыслить логически может быть эта женщина мне не подходит может быть она не моя духовная половина может быть она не создана для меня я не создан для нее потому что она меня не волнует проблема не в женщине проблема не в мужчине вы не в теле она не в теле если бы люди были в теле никто не упускал бы красоты называемые оргазмом если бы люди были в теле в своих опытах оргазма они узнали бы проблески бога слушайте тело следуйте телу он глуп тело мудро и если вы глубоко войдете в тело в самих этих глубинах вы найдете свою душу душа скрыта в глубинах тела тело чудесно она безмерно красиво безмерно сложно нет ничего другого настолько же сложного настолько же тонкого вы ничего о нем не знаете вы видите его только в зеркале вы никогда не смотрели на него изнутри иначе вы знали бы что это вселенная в себе именно это всегда говорили мистики называя тело вселенной в миниатюра. Если вы видите его изнутри, оно так безгранично, миллионы и миллионы клеток, и каждая живет собственной жизнью, и каждая действует так разумно, что это кажется почти невероятным, невозможным, невообразимым. Вы принимаете пищу, и тело преобразует ее в кровь, плоть, кости. Вы принимаете пищу, и тело преобразует ее в сознание, мысль. В каждое мгновение происходит чудо. И каждая клетка действует так систематически, так упорядоченнее, с такой внутренней дисциплиной, что это кажется почти невозможным, клеток миллионы. 70 миллионов клеток содержится в одном вашем теле, 70 миллионов душ. У каждой клетки есть собственная душа. И как они действуют. С какой последовательностью, как ритмичной, в какой гармонии. Одна и та же клетка может стать глазом, может стать кожей, может стать печенью, сердцем, позвоночником, умом, мозгом. Одни и те же клетки специализируются, становятся клетками определенных тканей, но это одни и те же клетки. И как они движутся, как тонко и безмолвно они работают. Проникните в это, глубоко войдите в эту тайну, потому что в ней вы укоренены. Тело, это почва, на которой вы растете. Вы укоренены в теле. Ваше сознание в теле подобно дереву. Ваши мысли подобны плодам. Ваши медитации подобны цветам. Но вы укоренены в теле. Тело поддерживает вас во всем. Тело поддерживает все то, что вы делаете. Вы любите. Тело это поддерживает. Вы ненавидите. Тело это поддерживает. Вы хотите кого-то убить. Тело это поддерживает. Вы хотите кого-то защитить. Тело это поддерживает. В сострадании, в любви, в гневе, в ненависти, в чем угодно, тело вас поддерживает. Вы укоренены в теле. Тело обеспечивает вас питанием и поддержкой. Даже когда вы начинаете осознавать, кто вы такие, тело поддерживает вас и в этом. Тело вам друг. Тело вам не враг. Вслушайтесь в его язык, расшифруйте его язык, и мало-помалу, по мере того как вы проникаете в книгу тела и листаете ее страницы, вы осознаете всю тайну жизни. Она сжата и изложена в вашем теле. Увеличенная в миллионы раз, она простирается на весь мир, но сжатая в небольшую формулу, она содержится в вашем теле. В теле скрыты все тайны. Тело содержит все тайны. Все тайны, которые только есть во всей Вселенной. Это – Вселенная в миниатюре. Разница между телом и Вселенной, только в количестве. Точно так же, как один-единственный атом содержит все тайны материи, тело содержит все тайны Вселенной. Не стоит искать никаких тайн снаружи. Достаточно просто обратиться вовнутрь. И о теле следует заботиться. Нельзя быть против него, нельзя его осуждать. Осудив его, вы уже осудили Бога, потому что в глубочайшем тайнике тела обитает Бог. Бог выбрал этот дом тела своим жилищем. Почитайте свое тело, любите свое тело, заботьтесь о своем теле. Так называемые религии создали в человеке много враждебности к телу. Это правда, вы – не тело. Но это не значит, что вы должны быть к нему враждебны. Тело вам друг. Тело может привести вас в ад, но может привести вас и в рай. Это просто средство передвижения. Оно нейтрально. Куда бы вы не направлялись, оно готово. Это механизм безмерной сложности красоты и порядка. Чем более человек понимает свое тело, тем больше он чувствует благоговение. Что тогда сказать обо всей Вселенной? Даже это небольшое тело содержит столько чудесного. Поэтому я называю тело Храмом Божественного. И как только ваше отношение к телу меняется, идти вовнутрь становится легче, потому что тело становится вам открытым. Оно вам позволяет идти вовнутрь, оно открывает вам свои тайны. Именно так впервые были познаны все секреты йоги. Именно так впервые были познаны все секреты Дао. Йога возникла не из расчленения мертвых тел. Современная медицинская наука изучает мертвые тела, расчленяя их. В самой основе этого что-то неправильно. Науке пока не удалось познать живое тело. Расчленять мертвое тело, это одно, узнать что-то о нем, это одно. А узнать что-то о живом теле, совершенно другое. Но у современной науки нет метода, чтобы получить знания о живом теле. Единственный способ его узнать, это обращаться с ним, как мясник. Разрубить его, но в то мгновение, как вы его разрубаете, это больше не прежнее явление. Понять цветок на стебле, на дереве, это одно. Разрезать, расчленить его, совершенно другое. Это больше не прежнее явление. Его качество, совершенно другое. У Альберта Эйнштейна есть определенные качества, которых не может быть у трупа. Это невозможно. Поэт умирает, есть тело, но где поэзия. Умирает гений, есть тело, но где гениальность. Тело идиота и тело гения одно и то же. Расчленяя тело, вы не сможете узнать, принадлежало ли оно гению или идиоту, принадлежало ли оно мистику или кому-то, кто никогда не осознавал таинственного в жизни. Это будет невозможно, потому что вы просто заглядываете в дом, а существа, которое в нем жило, больше нет. Вы просто изучаете клетку, а птицы больше нет. И изучать клетку не значит изучать птицу. Но все же тело несет в себе Божественное. Настоящий путь – это войти вовнутрь себя и наблюдать собственное тело оттуда, из самой глубины своего существа. Тогда это безмерная радость. Просто видеть, как оно действует, как оно работает. Это величайшее чудо, которое только случилось во Вселенной. Связи тела и ума. Большинство проблем – психосоматические, потому что тело и ум – не две разные вещи. Ум – это внутренняя часть тела, а тело – внешняя часть ума, и что угодно может начаться в теле и перейти в ум или наоборот. Начаться в уме и перейти в тело. Разделению нет, нет никакой герметичной перегородки. Таким образом, у большинства проблем есть два конца. К ним можно подходить и со стороны ума, и со стороны тела. И до сих пор в мире практиковалась однобокость. Некоторые люди, физиологи, последователи, Павлова, бихевиористы верят, что все проблемы относятся к телу. Они лечат тело и, конечно, в 50% случаев достигают успеха. Они надеются, что с развитием науки успеха будет больше и больше, но этого никогда не случится более чем на 50%. Развитие науки здесь ни при чем. Есть другая партия, которая заблуждается настолько же, что и первая, считающая, что все проблемы относятся к уму. Сторонники христианской науки, гипнотизеры, месмеристы. Они думают, что проблемы – в уме. Психотерапевта. Они также достигают успеха в 50% случаев. Они тоже думают, что рано или поздно успеха будет больше и больше. Это вздор. Они не могут достигать успеха более чем в 50% случаев. Это предел. Мое собственное понимание состоит в том, что к каждой проблеме нужно подходить одновременно с обеих сторон. Ее следует атаковать через обе двери. Наступление на двух фронтах. Тогда человека можно излечить на 100%. Когда наука станет совершенной, она будет использовать оба пути. Первый путь связан с телом, потому что тело – это центральный вход ума. Парадный подъезд. И поскольку тело принадлежит грубому плану, им легко манипулировать. Сначала тело должно быть освобождено от всех приобретенных структур, и одновременно ум должен быть вдохновлен и поощрен двигаться вверх и сбросить тяжелый груз, тянущий его вниз. Ум и тело – не две разные вещи. Помните это всегда. Не говорите. Физиологический процесс и умственный процесс. Это не две разные вещи, лишь две части одного целого. Чтобы вы не сделали в области физиологии, это воздействует на ум. Чтобы вы не сделали в области психологии, это воздействует на тело. Это не две разные вещи. Это одно целое. Вы можете сказать, что тело – это твердое состояние энергии, а ум – жидкое состояние той же самой энергии. Одной и той же энергии. Таким образом, чтобы вы не делали в области физиологии, не думайте, что это только физиология. Не раздумывайте, как это поможет совершить трансформацию в уме. Если вы принимаете алкоголь, что происходит с вашим умом? Алкоголь принимает тело, не ум, но что происходит с умом? Если вы принимаете ЛСД, вещество попадает в тело, не в ум, но что происходит с умом? Или, если вы поститесь, пост производится телом, но что происходит с умом? Или, если подойти с другой стороны? Если у вас в уме появляются сексуальные мысли, что происходит с телом? Тело тотчас же подвергается воздействию. Если у вас в уме появляется сексуальный объект, тело немедленно начинает готовиться. У Уильяма Джеймса была теория. В начале этого века, очевидно, она выглядела абсурдной, но в определенном смысле она правильна. Он и еще один ученый, Ланг, предложил эту теорию, которая известна как теория Джеймса Ланга. Обычно мы говорим, что человек боится и поэтому спасается бегством. Или, человек испытывает гнев, и поэтому у него краснеют глаза, и он начинает атаковать врага. Но Джеймс и Ланг предложили прямо противоположное. Они сказали, что именно потому, что человек убегает, он чувствует страх. И именно потому, что у вас краснеют глаза и вы начинаете атаковать врага, вы испытываете гнев. Это прямая противоположность. Они сказали, что, если это не так, они хотят увидеть хотя бы один пример гнева, при котором глаза не краснеют, тело не подвергается никакому воздействию, и человек просто испытывает гнев. Не позволяйте телу подвергаться воздействию и попытайтесь прийти в гнев, и вы узнаете, что это невозможно. В Японии детей учат очень простому методу контроля гнева. Им говорят. Каждый раз, когда вы чувствуете гнев, ничего не делайте с гневом, просто начните глубоко дышать. Попробуйте это и вы не сможете быть в гневе. Почему? Почему вы не можете быть в гневе только благодаря тому, что глубоко дышите? Быть в гневе становится невозможно. Две причины. Вы начинаете глубоко дышать, а для гнева требуется определенный ритм дыхания. Без этого ритма гнев невозможен. Чтобы был гнев, необходим определенный ритм дыхания, хаотическое дыхание. Если вы начинаете глубоко дышать, невозможно, чтобы гнев вышел наружу. Если вы сознательно глубоко дышите, гнев не может выразиться. Ему требуется определенный ритм дыхания, который должен быть позволен. Вам не нужно этого делать, гнев сделает это сам. При глубоком дыхании вы не можете быть в гневе. И во-вторых, ум смещается. Когда вы испытываете гнев и начинаете глубоко дышать, ум смещается от гнева к дыханию. Тело не в состоянии быть в гневе, и ум сместил концентрацию на что-то другое. Тогда быть в гневе трудно. Именно поэтому японцы более всех народов на Земле способны к самоконтролю. Это просто тренировка, начинающаяся в самом детстве. Трудно найти подобный пример где-нибудь в другом месте, но в Японии это происходит даже сегодня. Этого становится меньше и меньше, потому что Япония становится менее и менее японской. Она становится более и более озападненной, и традиционные методы и техники теряются. Но это происходило и происходит до сих пор. Один из моих друзей был в Киото, и он прислал мне письмо, в котором говорилось. Сегодня я наблюдал такое красивое явление, что решил написать тебе об этом. И когда я вернусь я хочу понять, как такое возможно. Одного человека ударила машина, он упал, затем поднялся, поблагодарил водителя и ушел, он поблагодарил водителя. В Японии это нетрудно. Наверное, он несколько раз глубоко вздохнул, и тогда это стало возможным. Подход видоизменился в совершенно другой, и вы можете даже поблагодарить человека, который только что вас чуть не убил, или пытается вас убить. Физиологический процесс и психологический процесс, не две разные вещи, это одно целое, и вы можете начать с любого из полюсов, чтобы воздействовать на другое и вызвать в нем изменения. Человека следует воспринимать как целое. В лучшем мире каждый человек, профессия которого связана с тем, чтобы лечить тело, будет медитировать. И когда тело страдает, наверное, за этим что-то стоит, потому что все взаимосвязано и переплетено. Ни одного человека нельзя излечить, просто воздействуя на тело, воздействовать нужно на всю его тотальность. Но, чтобы заглянуть в его тотальность, вы должны сначала заглянуть в свою собственную. Каждый лечащий врач должен быть медитирующим, иначе он никогда не будет настоящим врачом. Может быть, у него есть ученые степени, может быть, у него есть лицензии, разрешающие медицинскую практику, но для меня он – шарлатан, потому что он не знает целого человека и поэтому лечит только симптомы. Кто-то, может быть, страдает определенным симптомом, негринью или головной болью, вы можете его от этого излечить, но не заглянете глубоко вовнутрь, не посмотрите, почему, прежде всего, этот человек страдает головной болью. Может быть, он слишком обременен, обеспокоен, подавлен. Может быть, он настолько скован внутри, что это вызывает боль. Может быть, он слишком много думает и никогда не расслабляет ум. Таким образом, вы можете излечить симптом или вынудить его исчезнуть посредством ядов и медицинских препаратов. Он проявится как-то по-другому, потому что коренной причины вы даже не коснулись. Следует лечить не симптомы, но людей. А люди – органичны, тотальны. Иногда бывает так, что болезнь может проявиться в ногах, а коренная причина находится в голове. Иногда коренная причина может быть в ногах, а болезнь – в голове. Поскольку человеческое существо неделимо. Абсолютно взаимосвязано. Ничто в человеческом существе не отдельно. Все взаимосвязано, и не только внутри тела, но и само тело, в свою очередь, связано с умом, а тело и ум, сайка-у и сома вместе связаны с трансцендентальной душой. 2. Разоблачение жизни отрицающих стереотипов. Ваш единственный долг – быть счастливыми. Сделайте это религией. Быть счастливыми. Если вы несчастливы, чтобы вы не делали, наверное, в этом что-то неправильно, им необходима какая-то резкая перемена. Пусть все определяется счастьем. Я – гедонист. Счастье – единственный критерий, который есть у человека. Таким образом, всегда смотрите, что происходит, когда вы что-то делаете. Если вы становитесь мирными, если вы становитесь спокойными, расслабленными и чувствуете себя, как дома, это правильно. Это главный критерий, ничто другое не может быть критерием. То, что правильно для вас, может быть неправильным для кого-то другого, помните и это. Потому что то, что легко для вас, для кого-то может быть трудным, а что-то совсем другое, легким. Поэтому никакого универсального закона быть не может. Каждая индивидуальность должна выработать это для себя. Что для вас легко? Почему мы выбираем быть несчастливыми? Это одна из самых сложных человеческих проблем. Ее следует рассматривать очень глубоко, и она не теоретическая, она касается каждого из вас. Именно так ведет себя каждый, всегда выбирает неправильное, всегда выбирает печальное, угнетающее, несчастное. Наверное, у этого должны быть глубокие причины, и они есть. Вот первое. То, как воспитываются человеческие существа, играет очень важную роль. Будучи несчастливыми, вы от этого что-то приобретаете, всегда приобретаете. Будучи счастливыми, вы всегда теряете. Если ребенок бдителен, он с самого начала начинает ощущать это разграничение. Каждый раз, когда он несчастлив, кто-то ему сочувствует. И он приобретает сочувствие. Каждый старается проявить к нему любовь. И он приобретает любовь. И более того, каждый раз, когда он несчастлив, каждый к нему внимателен. И он приобретает внимание. Внимание действует, как пища для эго, как алкогольный стимулятор. Оно придает вам энергию. Вы чувствуете себя кем-то. Отсюда такая огромная потребность, такое желание получать внимание. Если все на вас смотрит, вы приобретаете важность. Если на вас никто не смотрит, вы чувствуете себя так, словно вас нет, словно вы отсутствуете, словно вы – пустое место. Когда люди на вас смотрят, когда люди о вас заботятся, это придает вам сил. Эго существует в отношениях. Чем больше людей уделяет вам внимание, тем больше вы приобретаете эго. Если никто на вас не смотрит, эго растворяется. Если все полностью о вас забудут, как может существовать эго? Как вы можете чувствовать, что вы есть? Отсюда потребность в обществах, ассоциациях, клубах. Во всем мире существуют клубы. Ротари-клуб, клуб Львов, масонские ложи, миллионы клубов и обществ. Эти общества и клубы существуют только для того, чтобы уделить внимание людям, которые не могут получить внимание никак по-другому. С самого начала ребенок начинает учиться политике. И вот эта политика. Нужно выглядеть несчастным, и тогда вы получите сочувствие, тогда все будут к вам внимательны. Выглядите больным, вы приобретете важность. И больной ребенок становится диктатором. Вся семья должна его слушаться, чтобы он не говорил, это закон. Когда он счастлив, никто его не слушает. Когда он здоров, никто о нем не заботится. Когда он в полном порядке, никто к нему не внимателен. С самого начала мы начинаем выбирать несчастное, печальное, пессимистичное, темную сторону жизни. Это первое. И с этим же связано второе. Каждый раз, когда вы счастливы, когда вы радостны, когда вы испытываете экстаз и блаженство, каждый вам завидует. Зависть, ревность означает, что все против вас, никто вам не друг. В этот момент каждый становится вам врагом. Таким образом вы научились никогда не быть в экстазе, чтобы никто не становился к вам враждебным, не проявлять блаженство, не смеяться. Посмотрите на людей, когда они смеются. Они смеются очень расчетливо. Этот смех идет не из живота. Этот смех не исходит из глубины их существ. Сначала они посмотрят на вас, оценят ситуацию. И потом засмеются. И они смеются до определенных пределов, до таких пределов, которые вы сможете терпеть, до таких пределов, чтобы не быть неверно понятыми, до таких пределов, чтобы никто не начал испытывать зависть. Даже наши улыбки полны политики. Смех исчез, блаженство оказалось абсолютно забытым, а быть в экстазе почти невозможно, потому что это не приветствуется. Если вы несчастны, никто не подумает, что вы сумасшедший. Если вы в экстазе и танцуете, все подумают, что вы сумасшедший. Танец отвергается, пение неприемлемо. Блаженный человек, а мы думаем, что что-то с ним не в порядке. Что же это за общество? Если кто-то несчастен, все в порядке. Он в него вписывается, потому что все общество в большей или меньшей мере несчастно. Он имеет членство в обществе, он – один из нас. Если кто-то приходит в состояние экстаза, мы думаем, что этот человек ненормальный, что у него не все дома. Он не один из нас, и мы чувствуем зависть. Из зависти мы его осуждаем. Из зависти мы пытаемся всеми возможными способами вернуть его в прежнее состояние. Мы называем это прежнее состояние нормальностью. На помощь придут психоаналитики, на помощь придут психиатры, чтобы вернуть этого человека в состояние нормального несчастья. Общество не может допустить экстаза. Экстаз – это величайшая революция. Я это повторяю. Экстаз – величайшая революция. Если люди станут экстатичными, всему обществу придется измениться, потому что это общество основывается на страдании. Если люди блаженны, их нельзя повести на войну во Вьетнам, в Египет, в Израиль. Нет. Человек, который блажен, просто рассмеется и скажет. Это вздор. Если люди блаженны, нельзя внушить им одержимость деньгами. Они не станут тратить впустую всю свою жизнь, просто накапливая деньги. В их глазах безумием будет, что человек разрушает всю свою жизнь, просто меняет жизнь на мертвые деньги, умирает ради накопления денег. И эти деньги останутся, когда он умрет. Это абсолютное безумие. Но это безумие нельзя увидеть, если вы не экстатичны. Если люди будут экстатичными, всей структуре этого общества придется измениться. Это общество основано на несчастье. Несчастье – главное капиталовложение этого общества. Поэтому мы воспитываем детей. С самого начала мы создаем склонность быть несчастливыми. Именно поэтому они всегда выбирают несчастье. Утром, у каждого есть выбор. И не только утром, в каждое мгновение есть выбор. Быть несчастным или счастливым. Вы всегда выбираете быть несчастными, потому что в этом многое вложено. Вы всегда выбираете быть несчастными, потому что это вошло в привычку, стало устоявшимся стереотипом. Вы это делали всегда. Вы научились это делать хорошо, и колея накатана. В то мгновение, как ваш ум оказывается перед выбором, он тут же начинает течь к несчастью. Кажется, несчастье – это дорога под гору, трудное восхождение. Кажется, достичь экстаза очень трудно, но это не так. Реальность прямо противоположна. Экстаз – это дорога под гору, страдания – трудное восхождение. Достичь страдания очень трудно, но вы его достигли. Вы сделали невозможное, потому что страдания абсолютно против природы. Никто не хочет быть несчастным, но при этом каждый несчастен. Общество проделало огромную работу. Образование, культура, воспитательные учреждения, родители, учителя, они проделали огромную работу. Из экстатичных творцов они сделали несчастных страдальцев. Каждый ребенок рождается экстатичным. Каждый ребенок рождается Богом. И каждый человек умирает сумасшедшим. Вот и вся ваша работа, как снова достичь детства, как снова предъявить на него право. Если вы сможете снова стать детьми, никакого несчастья не будет. Я под этим не подразумеваю, что у ребенка не бывает мгновений несчастья, они есть, но самого состояния несчастья нет. Попытайтесь это понять. Ребенок может стать несчастным, он может быть несчастливым, интенсивно несчастливым в определенное мгновение, но в этом несчастливом состоянии он настолько тотален, он настолько един с этим несчастливым состоянием, что разделения нет. Не существует ребенка отдельно от несчастливого состояния. Ребенок не смотрит на свое несчастливое состояние, как на отдельное, отделенное. Ребенок есть несчастливое состояние, он так в него вовлечен. И когда вы становитесь одним целым с несчастливым состоянием, несчастье, не несчастье. Если вы становитесь с ним одним целым, далее в нем есть определенная красота. Посмотрите на ребенка. Я имею в виду, неиспорченного ребенка. Если он в гневе, вся его энергия становится гневом. Ничто не остается в стороне, ничто не сдержано. Он нырнул и стал гневом. Нет никого, чтобы им манипулировать и его контролировать. Ума нет. Ребенок стал гневом, он не в гневе, он стал гневом. И тогда посмотрите на красоту, на цветение этого гнева. Ребенок никогда не выглядит безобразным, даже в гневе он выглядит красивым. Он только кажется более ярким, более сильным, более живым, вулкан, готовый извергнуться. Такой маленький ребенок, такая огромная энергия, такое атомное существо, готовое взорвать всю Вселенную. И когда пройдет этот гнев, ребенок придет в молчание. Когда пройдет этот гнев, ребенок придет в полный покой. Когда пройдет этот гнев, ребенок придет в расслабление. Мы можем подумать, что быть в таком гневе очень болезненно, но ребенок не страдает, он им наслаждался. Если вы становитесь с чем-то одним целым, вы становитесь блаженными. Если вы себя от чего-то отделяете, даже если это счастье, вы становитесь несчастными. И это, ключ. Быть отдельным и оставаться эго, основная причина всего несчастья. Быть единым, быть струящимся во всем, чтобы не приносило вам жизнь, быть в этом так интенсивно, так тотально, что вас больше нет, что вы теряетесь, тогда все блаженно. Этот выбор есть, но вы перестали даже его осознавать. Вы выбирали неправильное с таким постоянством, и эта привычка так окаменела, что вы просто выбираете его автоматически. Выбора не остается. Станьте бдительными. В каждое мгновение, когда вы выбираете быть несчастными, вспомните. Это ваш выбор. Даже это внимание поможет. Бдительность в том, что это, ваш выбор, и вы ответственны, именно вы делаете это с собой сами, это ваше действие. Тотчас же вы ощутите перемену. Качество ума изменится. Вам будет легче двигаться в направлении счастья. И как только вы поймете, что это ваш выбор, тогда все это превращается в игру. Значит, если вы любите быть несчастным, будьте несчастным, но помните. Это ваш выбор, не жалуйтесь. Нет никого другого, кто за это ответственен. Это ваша драма. Если вам так нравится, если вам нравится, чтобы все и вся было несчастным, если вы хотите пройти по жизни в несчастье, это ваш выбор, ваша игра. Вы в нее играете. Играйте как можно лучше. Но тогда не ходите к другим людям и не спрашивайте, как перестать быть несчастными. Это абсурдно. Не ходите к мастерам и гуру и не спрашивайте, как быть счастливыми. Так называемые гуру существуют лишь потому, что вы глупы. Вы создаете несчастье, а потом идете и спрашиваете других, как его исправить. И вы будете продолжать создавать несчастье, потому что не бдительны к тому, что делаете. С этого самого мгновения попытайтесь, попробуйте быть счастливыми и блаженными. Два способа жить. Есть два способа жить, быть, знать. Один, путь усилия, воли, эго. Другой, без усилия, без борьбы, в состоянии позволения, расслабления, в существовании. Все религии мира учили вас первому пути, учили бороться, бороться с природой, бороться с миром, бороться с собственным телом, бороться с умом. Только тогда вы можете достичь истины, высшего, вечного. Но есть достаточное доказательство того, что эта воля к власти, этот путь эго, эта борьба и война потерпели полная фиаско. За миллионы лет очень немногие люди достигли высших опыта в жизни, и их так мало, что они доказывают только исключения, не доказывают правила. Я учу вас второму пути. Не идите против течения существования, двигайтесь вместе с ним. Оно вам не враг. Точно так же, если человек попытается плыть против течения, бороться с рекой, вскоре он устанет и никуда не попадет. Река так огромна, и он – лишь небольшая часть. В этом огромном существовании вы – меньше атома. Как вы можете бороться с целым? Сама эта идея неразумна. И это целое произвело вас на свет, как оно может быть вам врагом. Природа – ваша мать. Она не может быть против вас. Ваше тело, сама ваша жизнь. Оно не может вам противостоять. Оно служит вам, даже вопреки вашей постоянной с ним борьбе. Оно служит вам, когда вы бодрствуете, оно служит вам, даже когда вы спите. Кто продолжает дышать? Вы крепко спите и храпите. У тела есть собственная мудрость. Оно продолжает дышать, сердце продолжает биться, тело продолжает функционировать без вашего участия. Фактически, когда вы отсутствуете, оно функционирует лучше. Ваше присутствие всегда вносит беспокойство, потому что ваш ум обусловлен людьми, которые настроили вас против тела. Я учу вас дружбы с существованием, и я не хочу, чтобы вы отрекались от мира, потому что этот мир наш. Ничто сущее не против вас. Все, чему вы должны научиться, — это искусство жить, не искусство отрекаться, но искусство радоваться. Дело лишь за тем, чтобы научиться этому искусству, и вы сможете превратить яд в нектар. Есть множество медицинских препаратов, на которых вы найдете надпись «Яд», но в руках научного специалиста этот яд может стать лекарством. Он не убивает, он спасает. Если вы находите, что в чем-то ваше тело, природа, мир против вас, помните одно. Должно быть, это ваше собственное невежество, должно быть, это какой-то неверный подход. Должно быть, вам неизвестно искусство жить. Вы не осознаете, что существование не может быть против вас. Оно вас породило, вы в нем живете, оно дало вам все, а вы даже не благодарны. Напротив, все религии учили вас осуждать существование с самого начала. Любая религия, которая учит осуждать жизнь, ядовита. Она против жизни, она служит смерти. Она служит не вам, она служит несуществованию. Но почему возникает этот вопрос? Все эти религии шли против природы. Почему они создали определенную логику, согласно которой вы не сможете достичь другого мира, высшего мира, если только не будете против этого мира? Почему они создали такое разделение между этим миром и миром иным? Для этого есть причина. Если от этого мира не отречься, но прожить его во всей тотальности, тогда никакого священника не нужно. Если с этим миром следует бороться, если следует от него отречься, вы должны подавить свои естественные инстинкты. Тогда, конечно, вы придете в нездоровое состояние. Вопреки природе, вы никогда не можете быть здоровыми, никогда не можете быть целыми. Вы будете всегда расщеплены шизофренично. Естественно, вам понадобится кто-то, чтобы вас направлять, чтобы вам помогать, то есть понадобится священник. Естественно, когда вы испытываете чувство вины, вы идете в церковь, вы идете в мечеть, вы идете в синагогу. Вы просите священника, просите проповедника, просите равина вам помочь потому что в своей темноте за создание которой они же ответственны вы так беспомощны и вам нужен кто-то чтобы вас защитить чтобы вам помочь чтобы показать вам свет вы испытываете такую отчаянную нужду что далее не думаете о том знает ли священник больше вашего или это просто наемный работник ваша проблема по сути состоит в том чтобы посмотреть внутрь себя где вы находитесь и если вы в страдании в несчастье в тревоге в тоске если в вашей жизни чего-то недостает если вы не удовлетворены если вы ни в чем не видите никакого смысла и просто продолжаете влачить свой путь к могиле темнота все сгущается с каждым днем смерть подходит все ближе ко времени ли сейчас вовлекаться в великие теологические проблемы свои времени изменить свое существо у вас не так много времени и методы которым вас учили все религии это методы борьбы они никуда не ведут они просто отравляют вам радости жизни они отравляют все чем только в этой жизни можно наслаждаться они сделали человечество печальным я бы хотел чтобы человечество было полным любви полным песни полным танца и я хочу чтобы было ясно и понятно что мой метод 2 и под вторым методом я подразумеваю что не следует бороться с течением и плыть против него это глупо вы можете бороться на течение природы слишком велико и слишком сильно самый лучший способ этому научиться учиться у мертвого тела мертвые люди знают некоторые секреты которых не знают живые живые люди если они не умеют плавать тонут это очень странно к тому времени как они умирают они снова всплывают на поверхность когда они были живы они погружались в глубину утонув они всплыли на поверхность несомненно мертвый человек знает что-то такое чего не знает живой что происходит почему река и океан обращаются по-другому с мертвым человеком мертвый человек находится в состоянии абсолютного позволения он даже не пытается плыть он ничего не делает самый лучший пловец просто дрейфует лучше из пловцов просто движется вместе с течением как мертвое тело куда бы ни текла река она всегда течет к океану каждая река приводит к океану и вряд ли стоит беспокоиться о том в святой ли реке вы находитесь святая или греховная каждая река по самому своему предназначению рано или поздно достигает океана вы просто дрейфуете на ее поверхности и это я называю доверием доверием к тому что куда бы ни вело вас существование она ведет по правильному пути к правильной цели она вам не враг доверяйте природе в том что куда бы она вас не вела она ведет вас домой если все человечество вместо борьбы научиться расслаблению вместо тяжких усилий научиться позволению в качестве сознания произойдет огромная перемена в расслаблении просто безмолвно двигаясь вместе с течением реки не преследуя собственных целей без эго в таком состоянии расслабления и дрейфа у вас не может быть никакого эго эго нуждается в усилии вы должны что-то делать эго это делающий а в дрейфе вы становитесь не делающим в этом бездействии вы удивитесь ваши тревоги и несчастье начинают отпадать и вы начинаете испытывать удовлетворенность всем чтобы вам не давало существования один суфийский мистик путешествовал каждый вечер он благодарил существование ты так много для меня сделала а я даже не могу тебя отплатить никогда не смогу тебя отплатить в его учениках это вызывало некоторый протест потому что иногда жизнь была очень тяжелой этот суфийский мистик был бунтарем однажды случилось так что три дня им было нечего есть в каждой деревне которую они проходили им отказывали в подаянии потому что они не были ортодоксальными мусульманами они принадлежали бунтарской группе суфиев люди не давали им крова на ночь и они спали в пустыне они испытывали голод и жажду шел третий день в вечерней молитве мистик снова сказал существование я так благодарен ты делаешь для нас так много а мы даже не можем отплатить один из учеников сказал это уже чересчур скажи пожалуйста что существование сделала для нас в последние три дня за что ты благодаришь существование старик рассмеялся он сказал вы все еще не осознаете что сделала для нас существование эти три дня были для меня очень значительными я испытывал голод и жажду у нас не было крова мы оказались отвергнутыми осужденными в нас бросали камни и я наблюдал внутри во мне не возникло ни тени гнева я благодарю существование его дары бесценны я никогда не смогу за них отплатить три дня голода три дня жажды три дня без сна летящие в нас камни и все же я не почувствовал никакой враждебности никакого гнева никакой ненависти никакого ощущения поражения никакого разочарования должно быть это милость существования должно быть она меня поддерживает эти три дня продолжал мистик многое мне открыли что не было бы возможно если бы нам давали пищу если бы нас принимали и предоставляли кровь если бы в нас не бросали камни а ты спрашиваешь за что я благодарю существование я буду благодарить существование даже умирая потому что даже в смерти я знаю существование откроет для меня тайны как открывала в жизни потому что смерть не конец жизни но сама ее вершина научитесь течь вместе с существованием чтобы у вас не было никакого чувства вины никаких ран не боритесь с телом не боритесь с природой не боритесь ни с чем чтобы оставаться в состоянии мира и быть как дома спокойными и собранными эта ситуация поможет вам стать более бдительными более осознанными более сознательными а это в конце концов приводит к океану высшего пробуждения к освобождению тело ваш друг все религии учили вас бороться с природой все что естественно подвергается осуждению религии говорят что вы должны достичь чего-то противоестественного и лишь тогда вы сможете выбраться из тюрьмы биологии физиологии психологии преодолеть все окружающие вас стены но если вы будете продолжать жить в гармонии с телом с умом с сердцем тогда говорят религии вы никогда не сможете выйти за предел и сами в себя именно в этом я возражаю всем религиям они вкладывают в ваше существу ядовитые семена чтобы вы жили в теле но не любили тело тело служит вам 70 80 90 даже сто лет и нет другого механизма который удалось бы изобрести науки которые можно было бы сравнить с телом его изощренность чудеса которые она постоянно для вас совершает а вы даже его не благодарите вы обращаетесь с телом как с врагом а тело ваш друг она заботится о вас как только возможно пока вы бодрствуете пока вы спите она продолжает о вас заботиться даже во сне если вы спите и у вас по ноге ползет паук нога его сбрасывает не беспокоя вас у ноги есть собственный небольшой мозг ради таких мелочей нет надобности обращаться к центральной нервной системе к мозгу с этим может справиться и сама нога вас кусает комар и руки сами его отгоняют или убивают и ничто не тревожит ваш сон даже когда вы спите тело постоянно вас защищает и делает даже те вещи которые ему делать не полагается руки не полагается иметь мозг но несомненно в ней есть что то что можно назвать только небольшим мозгом может быть в каждой клетке вашего тела есть свой небольшой мозг а в теле клеток миллионы миллионы небольших мыслительных центров сохраняющих бдительность всегда заботящихся вы продолжаете есть всевозможные вещи не заботясь о том что происходит когда вы их проглатываете вы не спрашиваете тело сможет ли его механизм его химия переварить то что вы съели но каким-то образом вашей внутренней химии удается продолжать работать почти столетия в нем есть система автоматической замены частей которые вышли из строя она постоянно выбрасывает старые создает новые и вам ничего не нужно делать все продолжается само собой тело обладает некой собственной мудростью эти религии постоянно вам говорят вы всегда должны бороться должны двигаться против течения не слушайте тело чтобы она не говорила делайте противоположное джай низм говорит тело голодно пусть она остается голодным морите его голодом она нуждается в таком обращении оно просто служит вам без всякой платы с вашей стороны без всяких льгот без всякого отпуска а джайнизм говорит идти против него когда она хочет спать пытайтесь продолжать бодрствовать конечно это дает вам определенную силу эго когда тело хочет пищи вы говорите нет в нет содержится большая власть вы хозяин вы не сводите тело до раба и более того принуждаете тело держать язык за зубами делай все чтобы я не решил ты не должно вмешиваться не боритесь с телом она вам не враг она вам друг это подарок данный вам природой это часть природы она всеми возможными путями соединено с природой вы связаны не только с дыханием вы связаны с лучами солнца с ароматом цветов с лунным светом связи окружают вас со всех сторон вы не отдельный остров отбросьте эту идею вы часть всего этого континента и все же он дал вам индивидуальность вот что я называю чудом вы неотъемлемая часть существования но все же у вас есть индивидуальность существование совершила чудо сделала возможным нечто невозможное будьте в гармонии с телом будьте в гармонии с природой существованием вместо того чтобы двигаться против течения следуйте течению будьте в позволении позвольте жизни случаться ничего не вызывайте принуждением даже во имя чего-то великого не ради какой святой книги не ради какого святого идеала не нарушайте свою гармонию нет ничего более ценного чем быть в гармонии сонастроенности с целом чтите жизнь почитайте жизнь нет ничего более святого чем жизнь нет ничего более божественного чем жизнь а жизнь состоит не из великих вещей эти глупцы от религии вам говорили делайте великие вещи но жизнь состоит из небольших вещей стратегии сна они вам говорят делайте великие вещи что-то большое что-то за что ваше имя будут помнить потомки сделайте что-то великое и конечно это привлекательно для его его это агент священника у всех церквей у всех синагог у всех храмов есть лишь один агент и это эго они не прибегают к услугам никаких других агентств нет есть только одно агентство и это эго сделайте что-то великое что-то большое я хочу вам сказать нет ничего большого нет ничего великого жизнь состоит из очень небольших вещей если вы слишком увлечетесь так называемыми большими вещами то упустите жизнь жизнь состоит из того чтобы смаковать чашку чая беседовать с другом совершать утреннюю прогулку не ведущую никуда в особенности не преследующую никакой цели кроме самой прогулки без точки назначения без конца когда в любой момент можно вернуться жизнь состоит из того чтобы приготовить еду для кого-то кого вы любите приготовить еду для себя потому что вы любите и свое тело из того чтобы выстирать свою одежду подмести пол полить сад эти небольшие вещи очень небольшие вещи поздороваться с незнакомцем что было совершенно не нужно потому что у вас нет и не было к этому незнакомца никакого дела человек который может поздороваться с незнакомцем может поздороваться и с цветком может поздороваться и с деревом может спеть песню птица птицы поют каждый день а вы совершенно не заботитесь о том что хотя бы однажды нужно сделать ответный жест лишь небольшие вещи относитесь с почтением к своей жизни в этом почтении вы начнете почитать жизнь в других призрак так надо все наше образование получаемое в семье в обществе в школе в колледже университете создает в нас напряжение и основание этого напряжения состоит в том что вы не делаете того что надо и это продолжается всю жизнь это следует за вами как кошмарный сон продолжает витать вокруг вас это так надо никогда не оставляется вас в покое никогда не позволяет вам расслабиться если вы расслабляетесь она говорит что ты делаешь ты не должен расслабляться надо что-то делать если вы что-то делаете она говорит что ты делаешь ты должен немного отдохнуть так надо иначе ты сведешь себя с ума ты и так уже на грани если вы делаете что-то хорошее она говорит ты дурак если делать хорошие вещи это не окупается люди тебя обманут если вы делаете что-то плохое она говорит что ты делаешь ты готовишь себе дорогу в ад тебе придется за это страдать она никогда не оставляет вас в покое чтобы вы не делали она всегда вас осуждает этот суть я был вас внедрен это величайшее бедствие случившееся с человечеством и пока мы не избавимся от этого судьи внутри нас мы не можем быть по-настоящему человечными не можем быть по-настоящему радостными не можем участвовать в празднование этого существования никто не может этого отбросить кроме вас и эта проблема не только ваша эта проблема почти каждого человеческого существа в какой бы стране вы не родились какой бы религии вы не принадлежали неважно католицизм индуизм коммунизм ислам джайнизм буддизм неважно какого рода идеологии вы принадлежите суть остается прежней суть состоит в том чтобы создать вас расщепленность чтобы одна часть вас всегда осуждала другую если вы последуете первой вас начнет осуждать вторая вы остаетесь во внутреннем конфликте в состоянии гражданской войны это гражданская война должна быть отброшена иначе вы упустите всю красоту все благословение жизни вы никогда не сможете смеяться от всего сердца никогда не сможете любить никогда и ни в чем не сможете быть тотально но только в тотальности человек расцветает только в тотальности приходит весна и ваша жизнь начинает приобретать цвет музыку и поэзию только в тотальности внезапно вы начинаете ощущать вокруг себя присутствие бога но ирония в том что эта расщепленность была создана самими вашими так называемыми святыми священниками и церквями фактически священник явился величайшим врагом бога на земле мы должны избавиться от всех священников они являются коренной причиной человеческой патологии они привели всех и каждого в состояние перенапряжения они распространили эпидемию невроза и этот невроз стал таким повсеместным что мы принимаем его как должное мы думаем что это и есть жизнь мы думаем что в жизни больше ничего не бывает страдания долгое долгое бесконечное страдание болезненно и подобное агонии существования автобиография полная большого шума из ничего и если мы посмотрим на нашу так называемую жизнь кажется все так и есть потому что в ней никогда не расцветает ни одного цветка сердце никогда не возникает ни одной песни ни одного луча божественной радости неудивительно что разумные люди во всем мире задаются вопросом в чем смысл жизни почему мы должны продолжать жить почему мы так трусливы что продолжаем жить почему мы не можем собрать немного храбрости чтобы положить конец всему этому вздору почему мы не можем покончить с собой никогда раньше в мире столько людей не думала о том что жизнь так абсолютно бессмысленно почему это случилось в эту эпоху это не имеет ничего общего с эпохой много веков по крайней мере 5000 лет священники продолжали причинять свой вред теперь эта деятельность достигла кульминационной точки это не наша работа мы ее жертвы мы жертвы истории если человек становится немного более сознательным первое что ему нужно сделать это сжечь все книги по истории забыть прошлое оно было кошмарным начать заново с самых азов словно адам только что родился начать так словно мы снова в эдемском саду невинные не загрязненные один человек искал себе хорошую церковь и в конце концов пришел в такую где все прихожане читали вместе со священником мы оставили не сделаем на мете вещи которые должны были сделать и сделали те вещи которых делать были не должны этот человек опустился на сиденье и вздохнул с облегчением говоря себе слава богу наконец я нашел себе правильную компанию делайте то что хочет ваша природа чего жаждут ваши внутренние качества не слушайте писаний слушайте собственное сердце вот единственное писание которое я предписываю на слушайте очень внимательно очень сознательно и вы никогда не ошибетесь и слушая собственное сердце вы никогда не будете расщеплены слушая собственное сердце вы начнете двигаться в правильном направлении даже не раздумывая о том что правильно а что неправильно и весь секрет рождения нового человечества будет состоять в искусстве слушания сердца сознательно бдительно внимательно следуйте ему всегда и во всем идите куда бы она вас не вело да иногда она заставит вас подвергнуться опасностям но тогда вспомните эти опасности необходимы чтобы сделать вас зрелыми иногда она заставит вас сбиться с пути но вспомните снова что из этих заблуждений состоит рост много раз вы будете падать поднимитесь снова потому что именно так человек становится сильным падая и снова поднимаясь именно так человек становится цельным но не следуйте правилам навязанным извне никакое навязанное правило никогда не может быть правильным потому что эти правила были изобретены людьми которые хотят вами управлять да иногда в мире были великие просветленные люди будда иисус кришна мухаммед они не давали миру правил они дали миру свою любовь но рано или поздно ученики собираются и начинают создавать кодекс поведения как только мастера не стало как только свет угас и они остались в глубокой тьме они начинают нащупывать определенные правила которым можно следовать потому что теперь света в котором они могли видеть больше нет теперь им придется полагаться на правила то что делал иисус было шепотом его собственного сердца но то что продолжают делать христиане не шепота их сердец они подражают автомгновение как вы начинаете подражать вы оскорбляете свою человечность вы оскорбляете своего бога никогда не будьте подражателем всегда будьте оригиналом не становитесь штампованным отпечатком но именно это происходит во всем мире ничего кроме штампов если вы оригинал только тогда на самом деле жизнь становится танцем а вам предназначено быть оригиналом и никакие два человека не похожи и мой образ жизни никогда не может стать вашим образом жизни впитайте дух впитайте молчание мастера научитесь его духовному изяществу пейте как возможно глубже от его существа но не подражайте ему впитайте его дух берите в себя его любовь примите его сострадание и вы сможете слушать шепот собственного сердца а сердце говорит только шепотом сердце говорит очень негромко его голос тихо оно некрикливо забудьте все о том что вам говорили это правильно это неправильно жизнь не настолько застывшая то что правильно сегодня может перестать быть правильным завтра а то что в это мгновение неправильно в следующие может оказаться правильным жизнь нельзя разложить по полкам нельзя так легко разметить ее ярлыками это правильно это неправильно жизнь это не аптека где на каждой бутылочки наклеена этикетка и вы знаете что где жизнь это тайна в одно мгновение что-то уместно и тогда это правильно в другое мгновение столько воды утекло в ганге это больше не уместно и стало неправильным в чем мое определение правильного правильно то что гармонично с существованием они правильно то что не гармонично с существованием в каждое мгновение вам придется быть очень бдительными потому что в каждое мгновение это приходится решать заново нельзя полагаться ни на какие заготовленные заранее ответы что правильно что неправильно. Жизнь движется так быстро. Это динамизм, не статичность. Это незастойный водоем, это «ганг», и он постоянно течет. Жизнь никогда не остается прежней даже в два следующих друг за другом мгновения. Таким образом, что-то может быть правильным в это мгновение и не быть правильным в следующее. Что же тогда делать? Единственный возможный выход для вас – стать настолько осознанными, чтобы самим решать, как откликнуться на изменяющуюся жизнь. Старая дзенская история. Было два храма, и они соперничали. Оба мастера, должно быть, они были так называемыми мастерами, должно быть, на самом деле они были священниками, они настолько не любили друг друга, что каждый из них велел своим последователям никогда даже не смотреть на другой храм. У одного из священников был мальчик для поручений, для услуг, которого посылали за необходимым на рынок. Священник первого храма сказал этому мальчику слуге. Никогда не заговаривай с мальчиком из другого храма. Эти люди опасны. Но мальчики есть мальчики. Однажды они встретились на дороге, и мальчик из первого храма спросил второго. «Куда ты идешь?» Другой сказал. «Туда, куда меня несет ветром». Наверное, в своем храме он слышал великие дзенские учения. Поэтому он сказал. «Туда, куда меня несет ветром». Великие слова, сущие Дао. Но первый мальчик был очень смущен и обижен. Он не смог найти, что на это ответить. Он был разочарован и рассержен, и к тому же чувствовал себя виноватым. Мой мастер мне запретил разговаривать с этими людьми. Эти люди действительно опасны. Что это за ответ? Он меня унизил. Он пришел к своему мастеру и рассказал ему, что произошло. Я сожалею о том, что с ним заговорил. Ты был прав, это странные люди. Что это за ответ? Я его спросил. «Куда ты идешь?» Простой формальный вопрос, хотя и так знал, что он идет, как и я, на рынок. Но он сказал. «Куда меня несет ветром». «Я тебя предупреждал», — ответил мастер, «но ты не послушал. Теперь смотри, завтра встань на то же самое место». Когда он придет, спроси его. «Куда ты идешь?» И он скажет. «Куда меня несет ветром». Тогда ты тоже можешь прибегнуть к некоторой философии. Скажи. А что, если у тебя нет ног? Потому что душа бестелесна, и ветер никуда не может унести душу. Что ты скажешь на это?» Он хорошо подготовился, всю ночь он снова и снова повторял эти слова, а на следующее утро, очень рано, он пришел на то же самое место, и точно в то же время появился второй мальчик. Первый мальчик был очень рад. Сейчас он ему покажет, что такое настоящая философия. «Куда ты идешь?» — спросил он и стал ждать ответа. Но второй мальчик сказал. «Я иду на рынок купить овощей. Что же теперь делать с той философией, которой он научился?» То же самое происходит и в жизни. К ней нельзя подготовиться, ее нельзя отрепетировать. В этом ее красота, в этом ее чудо, она всегда застигает вас врасплох, всегда приходит как неожиданность. Если у вас есть глаза, вы увидите, что каждое мгновение полно неожиданности, и ни один заготовленный заранее ответ никогда не может быть уместен. Я просто учу вас закону о внутреннем свойстве жизни. Будьте послушны собственному существу, будьте светом самому себе и следуйте этому свету, и подобных проблем никогда не возникнет. Тогда, чтобы вы не сделали, значит, так было нужно, а если вы чего-то не сделали, значит, делать этого было не нужно. И единственный способ оставаться в связи с жизнью, единственный способ не отставать от жизни, это не нести в сердце чувство вины, чтобы сердце оставалось невинным. Забудьте все о том, что вам говорили. Что вы должны делать, чего не должны, никто другой не может этого решать за вас. Избегайте тех притворщиков, которые пытаются решать за вас. Возьмите бразды правления в собственные руки. Решать вам. Фактически в самой этой решимости рождается ваша душа. Когда за вас решают другие, ваша душа остается спящей и притупленной. Когда вы начинаете решать за себя сами, появляется острота. Решать, значит рисковать, решение означает, что вы можете решить неправильно, кто знает. Это рискованно. Кто знает, что будет дальше. Это рискованно, никакой гарантии нет. Все старое предоставляет гарантию. Ему следовали миллионы и миллионы людей. Как может ошибаться такое множество людей? Это предоставляет гарантию. Если такое множество людей говорит, что что-то правильно, наверное, так и есть. Пойдите на любой риск, если это необходимо, чтобы вы стали индивидуальностью, и примите любой вызов, брошенный жизнью, если это оточит ваше существо и придаст вам блеск и разум. Истина, это не верование. Это сущий разум. Это вспышка ваших внутренних жизненных источников, это просветляющий опыт вашего сознания. Но, чтобы это случилось, вы должны обеспечить правильное пространство. А правильное пространство состоит в том, чтобы принять себя таким, как есть. Ничего не отвергая, не становясь расщепленным, не испытывая никакого чувства вины. Прекратить цепляться за страдания. Страдания, душевную боль, несчастье должно быть легко отбросить. Это не должно быть трудным. Вы не хотите быть несчастными. Значит, за этой трудностью стоит какое-то глубокое осложнение. И это осложнение состоит в том, что с самого детства вам не позволяли быть счастливыми, быть блаженными, быть радостными. Вас принуждали быть серьезными, а серьезность предполагает грусть. Вас принуждали делать вещи, которых вам никогда не хотелось делать. Вы были беспомощны и слабы, зависимы от окружающих. Естественно, вам приходилось делать, что вам говорили. Вы делали все это, но неохотно, чувствуя себя несчастными, с глубоким сопротивлением. Так много вещей вас заставляли делать вопреки самим себе, что мало-помалу вам стало ясно одно. Все, что вы делаете вопреки себе, правильно, а все, что вам не претит, обязательно окажется неправильным. И этот непрерывный процесс воспитания наполнил вас грустью, которая неестественна. Быть радостным настолько же естественно, как естественно быть здоровым. Когда вы здоровы, вы не идете к врачу и не спрашиваете. Почему я здоров? О здоровье нет надобности ничего спрашивать. Но когда вы больны, вы тут же спрашиваете. Почему я болен? В чем причина моей болезни, что ее вызвало? Совершенно правильно спрашивать, почему вы несчастны? Неправильно было бы спрашивать, почему вы блаженны? Вы были воспитаны в патологическом обществе, в котором быть блаженным без причины считается безумием. Если вы просто улыбаетесь, улыбаетесь без всякой причины, люди подумают, что у вас в голове разошлись какие-то контакты, почему вы улыбаетесь? Почему вы выглядите таким счастливым? И если вы скажете. Не знаю, я просто счастлив. Ваш ответ только укрепит их убеждение, что с вами что-то не в порядке. Но если вы несчастны, никто не спросит, почему вы несчастны. Быть несчастным естественно. Несчастны все. В этом нет ничего особенного. Вы не делаете ничего уникального. Эта идея постоянно утверждается у вас в бессознательном. Несчастье естественно, блаженство неестественно. Блаженство нуждается в доказательствах. Несчастье не нуждается ни в каких доказательствах мало-помалу это просачивается в вас все глубже входят в плоти кровь хотя естественно это против вас таким образом вас вынудили прийти в состоянии шизофрении вам было навязано нечто противное вашей природе вас увели от самих себя направив к чему-то что не имеет к вам никакого отношения вот что создает все несчастье человечество никто в нем не там где должен быть никто не делает то что должен делать и поскольку он не может быть там где ему нужно на что он имеет право от рождения каждый несчастен и вы продолжаете уходить прочь от себя дальше и дальше вы забыли дорогу домой где бы вы ни были вы думаете что это и есть ваш дом несчастье стало вашим домом душевная боль стала вашей натурой страдание стало считаться здоровьем не болезнью и если кто-то скажет отбросьте это несчастную жизнь отбросьте это страдание вы носите его с собой напрасно возникает очень значительный вопрос но ведь это все что у нас есть если мы это отбросим то станем никем потеряем всякую тождественность по крайней мере сейчас мы кто-то кто-то печальный кто-то несчастный кто-то страдающий если мы все это отбросим под вопросом окажется кто мы такие и в чем наша тождественность кто мы такие мы не знаем дороги домой а ты отнимаешь это лицемерие этот ложный дом который был создан обществом никто не хочет остаться голым посреди улицы лучше быть несчастным по крайней мере вам есть что на себя надеть хотя это и несчастье но ничего страшного все остальные носят точно такую же одежду у тех кто может себе это позволить несчастье более дорогие те кто этого себе позволить не может не часто вдвойне им приходится жить в несчастье дешевого сорта несчастье которым нельзя похвалиться таким образом есть богатые несчастные люди и бедные несчастные люди и бедные несчастные люди изо всех сил пытаются достичь статуса богатых несчастных людей существуют только эти две разновидности 3 разновидность оказалась совершенно забытой 3 разновидность это ваша реальность в которой никакого несчастья нет свойственная человеку природа блаженно блаженство это не то чего следует достигать она уже есть мы с ним родились мы его никогда не теряли мы просто ушли от него в сторону повернулись к нему спиной она совсем рядом прямо у нас за спиной небольшой разворот и великая революция на весь мир полон фальшивых религий которые вам говорят что вы несчастны потому что в прошлой жизни совершили плохие поступки полный вздор почему существование должно ждать следующей жизни чтобы вас наказать кажется никакой необходимости нет в природе все происходит незамедлительно вы кладете руку в огонь в этой жизни а обжигаетесь в следующий странно вы обожжетесь тут же здесь и сейчас причина и следствие неразрывны не может быть никакого расстояния но эти фальшивые религии продолжают утешать людей не беспокойтесь просто совершайте хорошие поступки побольше поклоняйтесь ходите в храм в церковь и в следующей жизни вы не будете несчастными кажется никто не платят наличными все в следующей жизни а из следующей жизни никто не возвращается и не говорит эти люди вас обманывают это абсолютная ложь религия это всегда наличные это даже не чек разные религии нашли разные стратегии но причина одна и та же христиане иудеи мусульмане религии рожденные в ниндии говорят людям вы страдаете потому что адам и ева совершили грех первая пара тысячи лет назад и грех был невелик вы его совершаете каждый день они просто ели яблоки а бог им запретил есть яблоки